Праздничный новогодний праздник Прямые эфиры. Я Андрей Симоненко и моя коллега Елена Волкова приглашаем вас вместе с нами проводить уходящий 2016 год. Уходящий 2016 год, год кино, позволю уточнить себе я, ну а заодно обратить внимание наших телезрителей на то, что наши прямые эфиры не только праздничные, но еще и тематические. Друзья, мы с Андреем находимся в импровизированном, хотя почему это, да, в импровизированном, самом настоящем, самом что ни на есть, настоящем съемочном павильоне. Именно здесь мы и будем принимать ваши звонки по телефону 2-16-38. Неспроста наш павильон напоминает площадку для киносъемок. Неспроста у нас тут целых два телевизора. Друзья, мы приглашаем вас принять участие в тематической викторине, которая называется «Семь кадров». Я думаю, всем понятно, почему именно семь. Во-первых, потому что мы с вами живем в городе Семилиственниц, ну и в принципе семерка считается счастливым числом. Поэтому будем надеяться, что сегодня всем повезет. Да, ну и еще, наверное, потому что к нам приходит 17-й год, 2017-й, тоже есть цифра 7. И повезти, кстати, все, может не только сегодня, но и завтра, дорогие друзья, и послезавтра. В общем, еще на протяжении ближайших дней, вечеров точнее, друзья, не забывайте, что наши прямые эфиры начинаются ровно в 20 часов 30 минут. Столько цифр назвала, но я к ним добавлю еще одну, 12. Не вижу связи. А вот наши постоянные, постоянные, подчеркиваю, телезрители все видят, а многие, может быть, даже знают, что именно 12 лет назад, именно в год петуха на Лабутнадском телевидении появились новогодние прямые эфиры, которые вот уже на протяжении 12 лет подряд стали доброй традицией. Ну вот мы провожаем сегодня уходящий 2016-й год кино, и у меня сразу же возникла ассоциация со знаменитым фильмом «Ирония судьбы» с фразой Каждый год, 31 декабря, мы с друзьями ходим в маню, да, на ЛТВ, получается, как эта фраза могла бы звучать? Каждый год, накануне 31 декабря, мы с коллегами выходим в прямой эфир. А ты 12 лет назад смотрела прямые эфиры Лабутнадского телевидения? Можете мне не поверить, друзья, Андрей, ты уже можешь сомневаться во мне. Сомневаюсь. Правда? Но именно эти первые прямые эфиры, именно новогодние, я смотрела, кстати, постоянно и очень хорошо запомнила Татьяну Попову и Петуха, который иногда вот так маячил. То есть по ту сторону экрана ты их смотрела? Да, конечно. Кстати, я тогда еще не была в штате Лабутнадского телевидения, к сожалению, вот, поэтому я была, да, по ту сторону экрана. А вот тем, кто не смотрел или вообще не помнит, как начинались новогодние прямые эфиры на ЛТВ, я предлагаю немного окунуться в прошлое и вспомнить, как встречали год Петуха на ЛТВ 12 лет назад. Добрый, добрый, добрый день. На канале ЛТВ стартуют развлекательные музыкальные прямые эфиры, посвященные новому 2005 году. На протяжении пяти дней коллектив Лабутнадского телевидения в моем лице, а зовут меня Татьяна Попова, постараемся создать для вас праздничное веселое новогоднее настроение. Я хотела бы поздать вас с Новым годом, с наступающим. Желаю всем огромного счастья, здоровья. Любви и всего самого наилучшего. Хотела бы еще передать привет магазинам все, что пожелать на станции Орской. Чтобы у них всегда все было хорошо и желаю, чтобы всегда шли вперед. Вам сейчас оператор расскажет, как это можно сделать. Благодарим вас за то, что приняли участие, ну и, наверное, поздравления, приветы ваши. Большое спасибо. Пожалуйста. Я так хотел быть с тобой рядом, а не с краю. Но вот пришел этот день без твоих глаз. А наш райончик на Аджибе городском стоит. И вся округа день и ночь стаканами звенит. Ребята мне все горько пьют, не знаю, чьи ты сам. Все потому, что перспективы нет и пизды става. А и улица разная, всем домом. Три доски. Сделать нечем, наши мурки воются в тоски. А только мне все не почет до самых сумерек. Я по райончику порчу на черном сумерек. С Новым годом, друзья! С Новым годом! Всего доброго! Смотрите Лабутнанское телевидение в Новом году. И в этом году смотрите. Вас ждет еще очень много интересного. Обязательно оставайтесь с нами. До свидания. 2-16-38. Телефон праздничного прямого эфира. Ждем ваших звонков, друзья. Вот как оказывается 12 лет назад проходили прямые праздничные эфиры. Как это давно оказывается было. Вот я даже честно говоря, глядя сейчас на это, не знаю, кто меня больше удивил, молодой главный редактор или вот этот чудесный петух, которого впору назвать цыпленком. Кстати, я предлагаю сейчас передать им привет. Передавай. Огромный привет мы передаем Татьяне Поповой и Татьяне Истоминой. Именно она играла 12 лет назад эту роль петуха, да? Не цыпленка, точно петуха. Вот такая была дебютная, наверное, можно сказать, стартовая площадка для прямых эфиров. И Татьяна была в полном одиночестве. Нам сегодня с тобой повезло больше. У нас яркая студия, где стоит много праздников. Не правда, всегда за кадром работает большая команда. С этим я соглашусь, конечно. Ну а пока мы ждем звонков. А мы уже дождались, Лена, звонков. Уже есть? Да, у нас есть первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Угадайте, кто вам звонит. Наверное, это звонит та девушка, которую сейчас мы видели на экране. Которая вот так вот, которая стояла 12 лет назад, вот так вот. Татьяна! С такими короткими волосами и с такими длинными ногтями. Друзья, первый эфир, новогодний эфир на Лабутнамском телевидении сегодня открывает звонком своим главный редактор ЛТВ. Татьяна, ну что, вот глядя на эти архивные кадры, вспомнила, как у тебя все было 12 лет назад в эти же предновогодние дни? Помнила, никогда не забывала. И надеюсь, что сегодня я загладываю новую традицию Лабутнамского телевидения. Желать удачи из-за кадра. Пожелать хорошего старта новогодним прямым эфирам, которые вот случайно, да, мы подсчитали 12 лет подряд в Новый год, развлекают и одаривают наших телезрителей. Чему мы очень-очень рады. Ни разу за 12 лет эта традиция не прерывалась. Будем надеяться, что она продолжится и дальше. Татьяна, расскажи о нашей безграничной щедрости, которая будет буквально выплескиваться с Лабутнамского телецентра в эти 4 дня прямых эфиров. Ой, я сама бы с удовольствием поучаствовала в викторине 7 кадров, потому что знаю, сколько там таится подарков. Вот часть из них у вас в студии, такая красивая, в красивой такой упаковке. Но остатки... Татьяна, мы тебя со спокойной совестью освобождаем от участия в викторине. Спасибо, спасибо большое. Но я знаю, что самое секретное и не менее полезное, а может быть даже более ценное, таится на вашем столике в виде различных сертификатов на самые разные виды услуг от лабутнамских предпринимателей, наших любимых спонсоров, за что им огромное новогоднее спасибо. Сейчас мы обязательно и всех перечислен. Ну а пока хотелось бы услышать пожелания, пожелания всем жителям города Семилистин, не только коллективу ЛТВ, который вот сегодня... Я думаю, что как раз-таки коллективу ЛТВ я свои пожелания озвучу за кадрами, ой, за рамками прямого эфира. А сегодня, конечно же, я хочу всех наших любимых, дорогих, самых преданных телезрителей, жителей города Лабутнамги поздравить с наступающим новым 2017 годом. А может быть в большей степени даже поздравить их с уходящим 2016, с тем, что он наконец-то заканчивается. Длинный, нескончаемый, високосный год. Всего лишь на один день длиннее. Ну, может быть всего лишь на один день, а может быть и на целую вечность. Поэтому я желаю нам всем самых-самых удачных событий, самых больших открытий, самых ярких свершений, самых добрых и преданных друзей рядом. Я желаю нам всем быть вместе. Я желаю, чтобы добрые традиции продолжали жить и дальше, и никогда не прекращали своего существования, чтобы они, эти добрые традиции, начинанием множились. Благодаря нам всем, нашему неравнодушию, участию, любви к родному городу, ЛТВшники очень любят вас, лабутнамцы. С наступающим вас Новым годом! Будьте всю неделю с нами. Мы с вами вплоть до новогодней ночи, до 12 часов. Смотрите ЛТВ, любите ЛТВ, звоните на ЛТВ и выигрывайте на ЛТВ новогодние призы и подарки. Всем с праздником! Татьяна, предлагаю освободить линию. Наверняка уже телезрители лихорадочно набирают номер телефона 2-16-38. А там занято, занято, ну когда же? Как настоящий джентльмен Андрей Симоненко выправдил из прямого эфира главного редактора ЛТВ. Конечно, нам нужно раздать кучу призов. Вот посмотрите, у нас куча подарочных сертификатов. Смотрите, подарочный сертификат салона «Империя цветов» на 1000 рублей. Благодарим «Империю цветов» за то, что поддержали нас и дали возможность вам порадоваться в эти дни. Что у нас еще есть? Давайте покажем. Прикмахерская а-ля классик, подарочный сертификат на сумму 1000 рублей. Еще у нас есть подарочный сертификат от магазина «Спектр» на детские товары. Сумма 2000 рублей. Поэтому, кто еще не купил подарок своему ребенку, пожалуйста, звоните, выигрывайте сертификат и экономьте свой семейный бюджет. Вот еще сертификат. У нас есть, кстати, замечательный сертификат от индивидуального предпринимателя Микушкиной Нины Арсеньевны. Она приглашает вас на массаж, друзья. Кстати, такой вариант подарка в нашем прямом эфире впервые, насколько я помню. На массаж еще мы наших телезрителей не приглашали, а вот в этом году решили пригласить. Вот там еще с твоей стороны. Есть у нас еще подарочный сертификат от оздоровительного центра «Галамет». Я думаю, что в период, когда бушуют простудные всякие неприятности, получить порцию здоровья можно, я думаю, с удовольствием будет. Есть у нас еще сертификат от интернет-магазина «Александра». Союз предпринимателей также сегодня нас поддержал, за что мы их очень благодарим. А еще у нас есть подарочные такие пакетики от Лабутнанского телевидения. Друзья, это... Смотрите, какие штучки. Блокнотки. Всякие приятности с символикой ТВ. Календари, кружки, флешки, полный набор. И последний наш спонсор. У нас есть сладкие корзинки от магазина «Славянский». Огромное спасибо «Славянскому» за то, что тоже сегодня подняли вам новогоднее настроение. Поддержали. И, кстати, хорошая новость. И, кстати, есть у нас второй дозвонившийся. Хорошую новость скажу про магазин «Славянский». Дело в том, что в эти предпраздничные дни магазин «Славянский» работает с 7 часов утра до 23.00. Вот такая вот... Ох, напряженно. Да, напряженно, но все для своих покупателей, поэтому приходите в магазин «Славянский». И вот такие подарочные корзины выбирайте уже вот за деньги. Но если вы дозвонитесь к нам, то мы вам подарим... Здравствуйте, уважаемые телезрители. Лену, не остановишь. Здравствуйте. Как вас зовут? Наталья. Наталья. Очень приятно, что вы первый дозвонившийся телезритель. У вас больше всего шансов выиграть сегодня в нашей викторине. Наталья, давайте несколько слов скажем о том, с каким настроением вы провожаете 2016 год и встречаете новость 17. Ну, настроение хорошее, веселое, праздничное, елку нарядили. Осталось только подарочки у нас выиграть, да? Да. Ну что, Андрей, я все-таки думаю, что уже можно начать, чтобы побольше времени у нас было. Наталья, объясняю правила игры. Наша викторина называется «Семь кадров». У нас на экране появятся эти самые семь кадров. Ваша задача будет выбрать один, ответить на вопрос, если правильно. Тогда мы вам предлагаем выбрать одну из цветовых полосок на нашем... Андрей, скажи, как правильно это называется? Вообще на телевизионном языке вот эта вот штучка из разноцветных полосок называется ГЦП, генератор цветных полосок. Мы их просто называем матрас. Да. В общем, выбираете полосочку из нашего матраса. На нашем матрасе выбираете полосочку. И определяем, от какого спонсора вам достается приятно. Ой, вообще такая сложная стратегия. Ну что, готовы? Куча случайностей. Готовы? Попробуем. Давайте. Внимание на экран. Внимание на экран. Семь кадров сейчас появятся. Крутится наша кинопленка, друзья. Вот они, семь кадров. Какой кадр выбираете вы? Давайте четвертый. Четвертый. Итак, для вас вопрос звучит следующим образом. Вы готовы? Да, да. Собственно, он на экране. Какой советский фильм получил в 1943 году приз Оскар? И подсказка есть у нас для вас. Перечисляем варианты, а вы выбираете верный на ваш взгляд. Итак, это фильм «Два бойца», это фильм «Она защищает родину», фильм «Радуга», фильм «Разгром немецких войск под Москвой» или фильм «Фронт». Вот такие советские фильмы были на наших телеэкранах в то время. Какой-то из них получил Оскар. Давайте будем предполагать. А может быть, вы знаете наверняка, потому что смотрели. Наверняка ведь ваше поколение советские фильмы с удовольствием смотрит и смотрело. Наталья, как вы думаете, какой из фильмов? Да, сложные вопросы подобрала Елена, да. Андрей, перечисли еще раз фильмы, которые мы предлагаем. «Два бойца», «Она защищает родину», «Радуга», «Разгром немецких войск под Москвой» и «Фронт». Я могу немножко подсказать, что в фильме в этом представлены события периода октябрь 41-й, январь 42-й. Рассказывается там о защитниках города Москвы. Это если вам так сюжет вспомнится, может быть. Андрей, можешь ты еще чем-то подсказать? Ну, как раз совпадает это одной из главных битв Великой Отечественной войны, с которой, наверное, началось движение советских войск на запад. А до этого всегда на восток откатывались. «Два бойца», «Она защищает родину», «Радуга», «Разгром немецких войск под Москвой», «Фронт». Наталья, я вот когда вам подсказку давала, была там зацепка, да, от чего можно было поплясать, и даже методом просто угадывания можно было вот назвать фильм. Вот смотрите, смотрите, на восток, на восток наши отступали, 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 потом раз. Это очень важное событие. Не путай, пожалуйста. И пошли на запад. Женщины по-другому мыслят. Я бы тебя не поняла. Наталья, считаем до семи. Наши семь кадров сегодня такие вот непродолжительные, надо дать время и другим. Давайте, выбирайте. Андрей, называешь фильмы, я считаю мысленно до семи. Еще раз, назыви фильмы. «Два бойца», «Она защищает родину», «Радуга», «Разгром немецких войск под Москвой», «Фронт». Советский фильм, какой, какой? Давайте «Разгром под Москвой». «Разгром немецких войск под Москвой». А ты говорила, я плохо подсказываю. А может быть, это моя подсказка помогла. Чья подсказка у вас навела? Угадала, да? Да. Правильно, Наталья. Отлично, отлично. Вот либо хорошо подумали, либо, может быть, интуиция женская, интуиция вам подсказала. В любом случае. Или мужская логика моя. Молодец. Андрей, ты тоже молодец. Ну, приз тебе не достается. Наталья, давайте выберем одну из полосок на нашем телевизионном матрасе. И, наконец-то, раскроем интригу. Что же вам? Ну, давайте, вот пежуха красный. Давайте красный. Красный. Я выберу. Вам достается подарок от соляной пещеры «Галомет». И вот тут же вам покажу сертификат. Который вы выиграли. Ура, хорошо. Курс оздоровительной процедуры. А какой курс? 10 курсов. Так что вот как вам прям хорошо. 10 процедур, да. Наталья, трубку не кладите. Оператор связи расскажет, как может быть. А мы предлагаем другим телезрителям дозвониться к нам. Дозванивайтесь. У нас есть еще 6 призов. 6 призов. И осталось всего лишь 41 минута прямого эфира. Пока мы ждем наших звонков, я предлагаю тебе тоже сыграть викторину. Но приза тебе не достанется, я уже сказала. Я тебе могу, я тебе могу, ну не знаю что, ну комплиментов могу наговорить приятных разных. Давай я тебе крылатую фразу из фильма, а ты попытаешься угадать какой это фильм. А если я не отгадаю? Ну, тогда я ничего хорошего тебе не скажу. Ни комплименты, ни приятности. Ну давай, вот такая первая будет фраза. Давай быстрее у нас есть дозвонившись. Я не трус, но я боюсь. Я не трус, но я боюсь. Это бриллиантовая рука. Ай, молодец какой. Надо было тебе тоже призы заготовить. Ладно, я подумаю об этом. Да, это мне Алексей подсказал. А вот нашим телезрителям подсказывать вдвоем нам с тобой приходится. Хорошо. Что мы и делаем. Здравствуйте. Звонок принимаем. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Денис. Денис. К вам будем так и обращаться. Денис, скажите, сегодня вторник до Нового года, сколько там, еще 4 дня, 5 дней, да? Как с настроением с новогодним? Нормальное, отличное настроение. Чувствуется новогоднее? Да, чувствуется. В чем заключается? Пару слов скажите нам. Ну, во-первых, потеплело. Ждем Новый год. Нарядили елку, украсили квартиру. Очереди в магазинах. А очереди в магазинах мы немножко опередили. Не сбивая человека на пессимистический лад очереди в магазин. Почему? Это тоже часть Нового года. Никогда же их нет, а на Новый год есть. Денис, давайте передадим кому-то новогодний привет. Может быть, кого-то поздравим и тут же переступим к нашей игре, к викторине. Конечно, время тикает. Я хочу поздравить всех жителей города Лабытнанги, всех работников вашей студии за такую хорошую передачу. Спасибо. Всех поздравить с Новым годом. Всех, кто меня узнал, всем привет передаю. Ну и будем настраиваться на лучший год, чем этот был. И с Новым годом всех еще раз. Вас тоже с наступающим Новым годом. Ну и предлагаю, собственно, перейти к нашей викторине. Семь кадров. Запускаем ленту, Денис? Конечно, запускаем. Что страшно? Запускаем. Запускаем нашу киноленту. Четвертый кадр уже мы разыграли, поэтому вам остается шесть кадров. Кроме четвертого выбирайте любой. Давайте седьмой. Седьмой. Ох, я надеюсь, он удачный. Вам достается вопрос из мультфильма. Этот вопрос от петуха, можно так сказать. В какие цвета раскрасили краски главного героя советского мультфильма «Петух и краски»? Вам нужно назвать цвета. А я вам могу подсказать, что их было три. Назовите, пожалуйста, три цвета. В какие цвета может быть раскрашен петух? Ну, конечно, во все. Если так приглядеться, он переливается. Ну, вот три основных было цвета. Давайте, это основные цвета, да. Основные, не какой-то там, не бордовый, а вот из радуги. Ну, давайте попробуем. Красный. Правильно. Желтый. Правильно. И последний. Распространенный цвет. Я болел за вас, честное слово. А чтобы убедиться, я предлагаю сейчас посмотреть фрагмент видео-ответа. Денис, давайте посмотрим фрагмент видео-ответа. Покажите нам фрагмент. Покажите нам фрагмент. Здравствуй, Петя-петушок. Я красная краска. А это мой старший брат, синяя краска. А это самая младшая желтая краска. Добрые краски, помогите мне, а? Ну вот, и вы этого петушка и раскрасили. Ну что, продолжая тему красок, Денис, предлагаю выбрать цвет из нашего матраса телевизионного и выбрать себе приз. Кроме красного. Красный уже, да, мы разыграли красный. Давайте, вот выбирайте, что хотелось бы. Давайте синий. А вот смотрите, у нас их два. Один потемнее, ближе ко мне. Который вот этот темно-синий или голубой? Ближе ко мне или к Андрею? У нас тут тоже у меня особо халфой, Андрей. Который ближе к Елене. Темно-синий. Темно-синий. Вот, вам, Денис, достается сертификат от магазина «Спектр» на 2000 рублей. Вот, давайте так покажу. Вам сейчас расскажут, как его у нас забрать и когда. Спасибо вам большое за звонок. Поздравляем Дениса с сертификатом от магазина «Спектр». Надеюсь, что он пригодится. В любом случае, детям всегда нужно дарить подарки, они всегда их ждут с нетерпением. Ну, ждем ваших звонков по телефону 2-16-38. У нас есть еще призы. Провожаем уходящий год кино. Ну, Андрей, хочу тебя спросить. Скажи, а вот ты бутерброд ешь колбасой вверх или вниз? Какое это имеет отношение к теме сегодняшнего нашего прямого эфира? Нет, ну, к кино, конечно, на никакого не имеет отношения. А вот к мультфильму очень даже имеет. Впрочем, можешь не отвечать. Я, кстати, вспомнила, что ты ешь бутерброд колбасой вверх. Значит, ты не принял к сведению совет кота Матроскина, да, что колбасой вниз вкуснее получается. Так, ладно, а заливная рыба тебе нравится? А ты что у меня все про еду спрашиваешь? Вообще-то для ужина уже поздновато. Ну, для ужина поздновато, а вот чтобы вспомнить старое доброе советское кино, мне кажется, самое время. Ну, что там у тебя с заливной рыбой? Какая гадость, это ваша заливная рыба. Так, правильно я ответил? Передо мной прямо сейчас не Андрей сидит, а Ипполит. Ну, ты же хотела вспомнить кино. Вот и вспомнил. Ну, вспомнить мало, а сыграть сможешь? Кстати, я играл только не в кино, а на сцене. Спектакль. Правда, это было очень давно. Это был Пушкин, Моцарт и Сальери. А текст можешь вспомнить сейчас? Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Что для меня так это ясно, как простая гамма. Я могу и долго продолжать. Родился я с любовью к искусству. Я думаю, ты сейчас удивил не только меня, но и наших телезрителей. Друзья, ну, прям вот актер. Андрей, актер, настоящий актер. А голосом Бабы Яги сможешь поговорить? Ой, ну это вряд ли. Я же тебе не профессиональный человек, который озвучивает мультипликационные телевизионные кинофильмы. Обратись к кому-нибудь другому. А ты знаешь, а я так и сделала. И очень даже, мне кажется, неплохо сделала. И сейчас предлагаю посмотреть и тебе, и нашим телезрителям. Кто же согласился принять участие в наших кинопробах? И, в общем-то, как все получилось? Но прежде скажи мне, ты боишься Бабы Ягу? Лена, ну вот где ты взяла эти вопросы? Хорошо, я отвечу за тебя. Я думаю, что любой мужчина будет не в восторге от страшной женщины. Ну, может быть, только начинающий мужчина лет 3-4-5. Начинающий мужчина. Ну, дети, мальчики маленькие тоже не в восторге от Бабы Ягу. Ладно, давайте сейчас посмотрим наши кинопробы. Ну, я думаю, потом будет понятно, почему я, Андрей, тебе задала этот вопрос про Бабу Ягу. Друзья, внимание на экран. На сказочные кинопробы мы отправились к человеку с отличным чувством юмора. И, как оказалось, настоящему киноману. Но прежде чем представить вам нашего киноактера, стоит, пожалуй, сказать пару слов о самой роли Бабы Яги. А точнее, о его знаменитом исполнителе. Удивлены? А вот те, кто вырос на советских сказках, знают, что почти все сказочные роли страшной и злой женщины сыграл мужчина. Георгий Миллярд, народный артист РСФСР. Ох, и плохо мне, ох, и худо, не горячка у меня, не простуда, губит бедную старушку на них вороба, губит душу-сиротинку злая злоба. Мяу, мяу, мяу. Ох, я и спать не могу, я и жрать не могу. Ох, обидел гость незваный, бабушка Ягу. Мало кто знает, что он сыграл в 16 сказках Александра Рову. И при всем при этом в этих 16 сказках он сыграл около 30 ролей. То есть он играл не только тех, которые у нас на переднем плане, это Баба Ягу, Кощея, но очень много было эпизодических ролей. Более того, я, может быть, кого-то удивлю телезрителей, в одной из сказок, она называлась «По чучьему велению», Георгий Францевич играл царя Гороха, и вот для этой роли ему пришлось брить усы, голосы на голове. Но мы, конечно, вас на такие жертвы обрекать не будем. Предлагаем тоже, как истинному киноману, читателю советских сказок, любителю кино, очаровательному мужчине сыграть эту роль Бабы Яги. Конечно, я думаю, что мы не будем тягаться с Георгием Францевичем, потому что все-таки силы неравны. Да, там есть еще маленький такой моментик, скажем, если уж говорить про меня, мне не тягаться, мне далеко не тягаться, даже на роль Бабы Яги, по-моему, Фаина Раневская пробовалась. А взяли мужчину? Да, взяли мужчину, на что как раз Миллиард сказал, что ни одна женщина не сможет сыграть страшную женщину, поэтому все женщины в душе, они все равно хотят быть прекрасными и красивыми на экране, поэтому у них не получается страшных бабушек. Да, пускай красные будут мужчины. Давайте я попробую изобразить страшную женщину. Опаньки! Ой-ой-ой-ой-ой! Вот так вот. Не встал, ну как на мой-то налезет, но... Сцена первая, дубль первой, камера, мотор, поехали! А, Иван, не ждал, не ждал! Это попало? Сцена первая, дубль второй, камера, мотор... Ох, и плохо мне, ох, и худо, ни горячка у меня, ни простуда, губит бедную старушку нехвороба, губит душит сиротинушку злая злоба. Ох, я и спать не могу, и жрать не могу, ох, обидел гость незваный бабушку-ягу, я ж его съесть хотела, да не съела, сама на лопату как дура села. Как-то так. Отлично получилось, Баба-яга, вообще прекрасно. Тут вот еще какое дело. Пока мы с вами тут устраиваем кинопробы, у меня там идет прямой эфир, и есть там у меня один мальчишечка, который ждет меня на эту программу, Андрей Симоненко. Бабушка, вот не могла бы ты передать ему привет, поздравить с Новым годом? Ох, Андрюшечка, ох, внучок, желаю тебе вести себя хорошо в семнадцатом году, а то на лопатку сядешь, в печечку тебя отправим и скушаем, вот такие мы бабки-ежки. Боюсь, боюсь, бабуся, ой, боюсь, боюсь. Боишься? Да. Понял, как она тебе сказала? Будешь плохо прямой эфир вести, она тебя сожрет. Мы благодарим от всей души Владимира Владимировича Будыгина, начальника управления по делам ГОИЧС, за то, что он проявил чувство юмора, отыграл эту роль достойно и вообще согласился принять участие в нашей киноавантюре. Большое вам спасибо и огромный привет от всего коллектива ЛТВ. Ну, Андрей у нас принимает звонок. Да, конечно, здравствуйте. Третий дозвонившийся телезритель, как вас зовут? Вика. Еще раз. Вика, смелее, Виктория. Смелее, смелее. Виктория, давайте скорее уже поговорим. Вы нас слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, кому вы сейчас хотите передать свои новогодние приветы и пожелания и сразу же предлагаем вам сыграть. Я распереживался, думал, мы вас потеряли. Маму. Давайте назовем имя мамы, фамилию, чтобы вот весь город знал, что такая чудесная дочь позвонила, поздравила маму. Вика, не стесняйтесь. Мама Оксана Макаренко. Мама Оксана Макаренко, вам огромный привет передает дочь Вика. Вика, еще кого поздравляете? Не стесняйтесь. Бабушка с дедушкой. Они сейчас вас слышат? Они где-то рядом у экранов телевизора, нет? Они, не знаю. Где они? Ага. Не знаю. Ну что ж, ладно, потом выясним. Хорошо, давайте участвовать в нашей викторине. Вы же не против? Вика, у нас сегодня очень сложные вопросы, так уж получилось, поэтому я хочу спросить, есть ли у вас рядом взрослые? Болельщики, поддержка. Болельщики, да, потому что я думаю, что вам не справится одной, несмотря на наши подсказки. Отлично, тогда поехали. Внимание на экран, выбирайте циферку любую, кроме... Запускаем нашу киноленту. Кроме 4,5. 4,7. Четвертый и седьмой кадр у нас разыгран, выбирайте из оставшихся пяти. Виктория, скажите, какую цифру выбираете? Третью. Третью. Ох, какой вам достался сложный вопрос. Честно скажу, это, не буду я так больше. Сложно готовить викторину. Хорошо. Внимание, в вашей группе поддержки сейчас Андрей задает вопрос. Как будто в отпуске побывал, сказал Сталин после первого просмотра этого кинофильма. О каком фильме речь? Сейчас Елена их перечислит. Итак, это фильм «Волга-Волга», «Богатая невеста», фильм «Чапаев», «Веселые ребята» или Андрей? Какой еще есть вариант? Кубанские казаки. Вот какой-то из них, Вика, надо выбрать. Если ваши родители знают, какой фильм вдохновил так когда-то товарища Сталина, вы-то знать это точно не можете. Ну, кстати, ваши родители, может быть, тоже. Но на то она викторина, такого рода лотерея. Повезет, не повезет. Да. Варианты ответов еще раз. Кубанские казаки, «Веселые ребята», «Чапаев», «Богатая невеста», «Волга-Волга». Я могу подсказать, что это была первая музыкальная кинокомедия, которую сняли в 1934 году. Такая классика советской комедии. Ну, я так понимаю, вы не знаете. Угадывайте. Вдруг повезет. Вика, давайте угадаем. Предыдущему дозвонившему, вообще, просто шикарно повезло. Он угадал все цвета и получил приз. Давайте, угадывайте. Вика, выбирайте. «Волга-Волга», «Богатая невеста», «Чапаев», «Веселые ребята» или «Кубанские казаки». Вот какое сочетание слов вам нравится? Если ваши родители рядом, я подскажу... Как? Как? «Кубанская невеста». Вика свой вариант нам предложила. «Кубанская невеста». Так. Ну, давайте я не засчитаю, потому что из этого всего ничего мы вам не предложили. Кстати, звоните к нам еще. Вот мы никого не ограничиваем в количестве звонков, поэтому дозванивайтесь сколько угодно раз и выигрывайте наши призы. А пока мы призываем других телезрителей звонить к нам в прямой эфир по телефону 2-16-38 и быстрее забирать наши оставшиеся пять призов. Друзья, у нас есть еще сколько? 25, наверное, минуточек, да, буквально вот? Всего лишь 25 минуточек. 2-16-38, телефон нашего прямого эфира, поэтому ждем ваших звонков. Ну, а я пока хочу вот сказать... У нас какие призы еще остались? Парикмахерская аля классик, подачный сертификат, империя цветов, сеанс массажа у нас остался, сертификат от Союза предпринимателей, сладкая корзина от славянского, сувенир от лабуданского телевидения. И вот сейчас у нас есть дозвонившийся, который сейчас нам скажет. Как его зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна. Анна. Замечательно. Вы знаток советских фильмов? Не знаю. Не знаете? А группа поддержки есть? Да. Замечательно. Играем. Давайте. Аня, выбирайте из 7 кадров. Кроме 3-4-7. Сейчас, сейчас. Но 3 мы не разыграли, можно было бы, конечно, и выбрать, но... Первый. Первый. Итак. Ой, мне кажется, вам повезет. Можно я прочитаю? Да. Анечка, скажите, вы смотрели когда-нибудь сказку, пьесу-сказку «Снегурочка», снятую по произведению Александра Островского? Снегурочка. Да. Так вот, вопрос. Отчего растаяла главная героиня пьесы-сказки Александра Островского «Снегурочка»? Понятно, что она растаяла... А она прыгнула через костер? Ну, не совсем. Это вы, наверное, мультик имейте в виду, да? А мы сейчас говорим, вот пьеса-сказка «Снегурочка», там она... Вот с ней что-то произошло, и она растаяла. Андрей, подскажи. А, влюбилась? Я думаю, это правильно ответ. Все правильно. Не успела, Андрей. Растаяла от любви. Действительно, она растаяла от любви. Я хочу поздравить бабушку. О, поздравляйте. И не только бабушку можете, кого угодно. Всех поздравляйте, Аня. Я поздравляю бабушку, маму, тетю, папу, братика. Какая у вас большая семья. Присты один на всех будете делить? А можно еще список рассказать? Нужно. А ей приз не нужен. Аня, наверное, и без подарочка у нас сегодня решила изэфировать. Ничего, ничего. Давайте стихотворение, потом будем приз выбирать. Ладно. Добрый дедушка Мороз, елку из лесу принес, мы поднимем руки, выскажем, елочка, зажгись. Приходи в наш хоровод, поскорее Новый год. Молодец. Аплодисменты. Итак, теперь вы должны выбрать приз, который вам достанется. Давайте, кроме темно-синего, красного. И все, выбирайте любой. Розовый, зеленый, синий, желтый, белый. Выбирайте любой. Ань, какой выбираете? Розовый, зеленый, синий, желтый, белый. Ань, вы быстрее нам ответ дали на викторину, чем вы выбираете. Желтый, желтый. Вам достается приз, подарочный сертификат на массаж. Ура! Кому-то и семье он достанется. Кто-то у вас пойдет на массаж. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо за теплые слова, за хорошие стихи и за хорошее настроение. До свидания. Как быстро, однако, у нас пошел процесс, я хочу сказать. Очень быстро, очень быстро. Вопросы сложные, но посмотри, как... У нас остается мало, мы очень хотим раздать призы. Многим все-таки подсказывает интуиция. Чаще всего, конечно, ей наделены женщины. Поэтому, может быть, если сейчас перед экраном телевизора семья смотрит нас, я предлагаю все-таки звонить женщине. Интуиция развита сильней. Ну, а мужчина будет в группе поддержки. У вас будет мужская солидарность. Я что хочу сказать про вот кинопробы Бабы-Яги. Я хотела твое мнение вообще по этому поводу услышать. Как тебе Владимир Владимирович, который отыграл Бабу-Ягу? Ну, слушайте, вот этот сюрприз в конце, конечно, вообще просто шикарно и неожиданно, да. А как тебе киномонтаж нашу маму и тут, и там показывают? Я здесь, потом там. Волшебство при новогоднем. Ну, вот прям точно, монтаж. У нас есть звонок. У нас есть звонок. А вот, здравствуйте. У нас нет звонка. А, нет звонка. Быстрее дозвонитесь к нам. Друзья, 2-16-38. Я что хочу сказать. Вот это вот стихотворение, которое... Ну, вернее, не стихотворение, а речь, которую Бабы-Яга нам... Я тут в эфире, да, так вот, озвучивала. Я думаю, что она даже обладает своего рода лечебным эффектом. Вот как говорил известный киноактер Юрий Никулин, что даже после небольшой улыбки в организме человека дохнет один микроб. Вот ты сейчас улыбнулся, у тебя один микроб погиб. Уже 2, 3, 5. Смейся Андрей на здоровье. Ну, тогда тоже, Елена, ты улыбайся, улыбайся, улыбайся. Я бы, конечно, предложил тебе принять звонок, но его пока... Давай я тебе буду... Нет? Есть? Нет звонка? Я тебе... Давай я тебе предложу дальше сыграть в крылатые фразы фильма. А, нет, есть звонок. Извини за такое непостоянство. Так, хорошо, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Алина. Алина. С чего мы обычно начинаем? С пожеланий и поздравлений. Так, желаю всему городу и также вам здоровья, счастья, любви. Ну и с наступающим всех в Новом Году. Мне тут подсказывают, у нас осталось 19 минут, давайте срочно принимать участие в викторине. Вы не против? Нет, конечно, не против. Я даже рада. Отлично, отлично. Давайте. Итак, запускаем нашу киноленту. Кроме первого, седьмого и третьего, мы предлагаем вам выбрать. Первый разыгран. Третий, четвертый и седьмой разыгран. Ну вот третий все-таки нам не дали правильный ответ на третий вопрос, поэтому в принципе, ну он сложноват, конечно. Да, не надо, давайте дальше. Итак, второй. Давайте второй. Давайте второй. Второй. Давайте второй. Ну сложно тоже, сложно. Мы будем подсказывать. Итак, вопрос звучит так. О чем или о ком повествовал первый российский художественный фильм? И варианты ответа. О стенке разине, героях 812 года, героях романа Евгения Онегина, Гамлете, принце датском Илье Муромцын. Как вы думаете? Давай быстрее подсказку. Первый российский художественный фильм. Ну, кстати, у него есть другое название, Андрей, этого фильма. Я думаю, ты тоже знаешь, что этот фильм как-то по-другому назывался. Но вряд ли это о чем-то наши телезрительницы. Я думаю, нужно угадывать. Да, давайте. Первый российский художественный фильм. Как же вам подсказать-то? Первая демонстрация этого фильма состоялась в октябре 1908 года. Вот так давно-давно это было. Ну что, я не знаю. Я, конечно, не певец, но попробую. А можно еще варианты ответов? Стенька Разин, герой 1812 года, герой романа Евгения Онегин, Гамлет или Илья Муромец? Я подсказываю. Слушайте, как он поет. Не за острова на стреже, на простору уличной волны. Твоя подсказка неправильно, человек направляет. Не слушай, не слушай. Челуны. Ну что, что, что? Знаменитый разбойник. Соловей разбойник Илья Муромец. Знаменитый разбойник. Извините, не можем мы вам засчитать после стольки подсказок этот ответ. Спасибо вам, что позвонили к нам. Я думаю, уже все догадались, что это после всех подсказок. Не говори, пожалуйста. Ну мы не будем возвращаться. Мы не будем возвращаться. Звук такой раздался неприятный. Человек проиграл, понимаешь? А новогоднее настроение у людей. Нужно все-таки давать как-то шанс реабилитироваться. Конечно, завтра, послезавтра, в четверг, в пятницу. Правильный ответ. Стенька разен. Ну вот, раскрыл все карты Андрей Валерьевич. И вот кто-то, может быть, сейчас перезвонил бы и сказал. Хорошо. С мужчинами не принято спорить. Бесполезно. Вы правы, правда? Да. Давай тогда я тебя все-таки проверю. Давай проверяй. Давай. Вот я тебе фразу сейчас загадаю, скажу, не с какого кинофильма. Автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Берегись автомобиля. Нет. Автомобиль не роскошь, что ли? Да. О. Автомобиль не роскошь. А, бриллианта рука, что ли, опять? Нет. Наконец-то он что-то не знает. Я так рада, что ты не угадываешь. Принимай, пока звонок, я подумаю. Алло, здравствуйте, друзья. Кто к нам дозвонился? Здравствуйте. Признавайтесь. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Рассказывайте нам о своем новогоднем настроении, о тех, кому вы хотите передать привет. Я хочу поздравить весь наш город с наступающим Новым годом. Хочу поздравить свою любимую родную семью, мою любимую свекровь Татьяну Викторовну, моего любимого мужа Михаила и моего любимого сына Дмитрия, а также нашу собаку Эрзона. О, собаку у нас еще в прямом эфире не поздравляли. Здорово. Сейчас виляет хвостиком? Он, да, он сейчас купается. О, у него вечерний эмоционер. Вот это собака. Приветы передают, ванны ей вечерние. Прекрасно, слушайте, нужно нам было позаботиться о сертификате от зоомагазина. Кстати, хорошая идея. Да, хорошая. Ну что, привет, и все полетели к своим адресатам. Давайте сыграем с вами? Давайте. Давайте нашу киноленту. Итак, крутим нашу киноленту. Остались 5 и 6. 5 и 6 кадр. Выбирайте, 5 или 6? 6. 6 кадр выбираем. Итак, Андрей, читай, пожалуйста, вопрос. Ну, как бы, достаточно, наверное, самый простой вопрос вообще из всех сегодняшних. Снегурочку тоже нормально. Чем или кем руководил Ролан Быков в фильме «Чучело»? И варианты ответов. Группой дворовой банды, взводом солдат, военным оркестром, классом в общеобразовательной школе, родительским комитетом. Смотрели фильм «Чучело»? Да. Кто там сыграл? Ролана Быкова, помните? В эпизодическом соревновании. Вроде бы там оркестр был на теплоходе. Правильно! Вот как легко и быстро, чудесно прям вы все сделали. Теперь давайте еще и выберем приз, который вам достанется сегодня. Выбирайте, пожалуйста, у нас остались... Так, синий, красный, остался розовый. Вот, Андрей, я тебе подскажу. Розовый, зеленый, зеленый. Это голубой у нас здесь в данном случае. Голубой, зеленый, розовый. Ну, раз в год красного огненного петуха, пускай будет красный. Розовый, да. Розовый. Розовый. Вам достается сертификат от салона «Империя цветов». Андрей, покажу вам вас для тебя. Вот, пожалуйста, подарочный сертификат. Это ваш. «Империя цветов» порадует вас. Вам спасибо. В магазине есть красивые новогодние композиции, очень замечательные просто, даже с элементами еловых веточек. В общем, заходите обязательно и порадуйте себя, ну или кого-то из своих близких. Друзья, ну вот остается буквально немного времени у нас. Совсем чуть-чуть, у нас 13 минут. Я предлагаю нам с тобой взять поздравительную паузу. Маленькую паузу. Да, для того, чтобы телезрители смогли к нам прорваться все-таки в эфир. 2.16.38, ждем ваших звонков. Ну, а пока, дорогие телезрители, принимайте новогодние поздравления. Дорогие лабытнанцы, от всей души я хочу поздравить всех вас с наступающим Новым Годом. В преддверии Нового Года принято адресовать пожелания. Я хотела бы сегодня пожелать вам прежде всего крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, хорошего настроения. Пусть каждый день в следующем году приносит вам все новые и новые открытия, новые и новые достижения, новые и новые встречи. В преддверии Нового Года мне хотелось бы пожелать всем жителям нашего города, округа и всей нашей необъятной России Самое главное, мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия, осуществления всех задуманных планов. С наступающим Новым Годом! Дорогие гости и жители города Лабытнанги, хочу от всей души поздравить вас с новым 2017 годом и прежде всего обратиться к молодежи. 2016 год, год молодежных инициатив, показал, что на Ямале действительно живет яркая и креативная молодежь. Так что я желаю вам от всей души не терять креативность, умножать ее личностно, саморазвиваться и быть такими же яркими и опорой нашей страны. С Новым Годом! Говорят под Новый Год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается. Ждет тебя библиотека, ты скорее сюда спеши. Книга лучшая аптека для скучающей души. Книжный город встретит вас приветливо и с лаской. Он одарит каждого из вас интересной сказкой, повестью, рассказом и обрадует всех разом. Пусть будет весело вокруг, пусть будет рядом верный друг, и каждый книжный переплет вас сказку добрую зовет. По лунной искристой дорожке струится серебряный свет. Пусть год принесет только радость и счастье на множество лет. Дарите подарки друг другу и теплые эти слова. Счастливого Нового Года! Счастливого вам Рождества! Друзья мои, 2-16-38 телефон, по которому мы ждали-ждали и, наконец-то, дождались вашего звонка, который сейчас Андрей примет. Конечно. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Илья. Илья. Ну, рассказывайте, какое настроение новогоднее у вас? Как у всех, по-моему, праздничное. А в чем заключается новогодний настроение? А вот по голосу, Илья, не слышно, что праздничное, какой-то вы печаль. Не обязательно. Да? Да еще не ослаждал, что каникулы начались. А, у вас вот что, радость какая, каникулы. Ну, есть еще поводы для радости, Илья? Ну, Новый год, видимо. Как вы думаете, что он принесет? Что он окукарикает нам? Ну, принесет он мне в первую очередь это окончание школы, поступать в университет уже. Какое серьезное событие вас ждет, да. Какой? Ну, пока секрет. Чтоб петух не сглазил, наверное. Секрет от всех? Ну, ладно, мы не будем допытываться. Скажите, как бы вам наверняка будет полезно участие в нашей викторине. Да? Примите участие? Конечно. Примите, да мы даже не сомневались. Итак, у нас... Вам, к сожалению, как бы нет выбора у вас. И мы вам предлагаем разыграть пятый кадр. Вы согласны? На пятерку. Вот вы в школе на пятерку, да? Вот такая хорошая цифра для вас. Пятерка. Самая лучшая оценка. Самая лучшая оценка. Надеюсь, она сейчас вам принесет удачу. Пятый кадр выбираем мы оставшийся. И вопрос звучит таким образом. Андрей, прочитай, пожалуйста. Какой зарубежный приключенческий роман советские кинематографисты экранизировали четырежды? Варианты. Три мушкетера, всадник без головы, остров сокровищ, айвенга собака баскетвиллей. Четырежды, представляете, четыре раза. Приключенческий фильм вообще. Подскажи, Андрей, пожалуйста. Мне сложно. А, там это был и кинофильм, и мультфильм. Мультипликационный фильм. С элементами музыкальными, вставочками кино, там веселые. Я еще раз напомню варианты ответов. Три мушкетера четырежды экранизировали советские кинематографисты. Всадник без головы, остров сокровищ, айвенга собака баскетвиллей. Выбирайте, что вам нравится. Ну, давайте остров сокровищ. Ай, я хотел подсказать, но вы же и так правильно ответили. Браво, 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 браво. Помните, там как доктор Ливси, Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья. Вам пятерка, Илья. Вот в школе вам, надеюсь, ставят пятерки, и мы вам сегодня ставим пятерку. Пятый кадр вам принес. Удачу и, наверное, какой-то подарок, Андрей. Один из двух. Выбирайте зеленый-синий, зеленый-синий, зеленый-синий. Давайте зеленый. Зеленый. Илья, вам достается сладкая корзина от магазина «Славянский». У-у-у, вот здесь и бутылка шампанского. Хотел ее с самого начала. Хотели, да? Здорово. А какую вы выбираете, посерединке, ближе к Андрею или ко мне? Они разные, между прочим. Давайте посерединке. Посерединке. Самая большая. Ну что ж, в первом эфире, я думаю, это хороший старт. Илья, у вас есть возможность, как у победителя, что-нибудь пожелать всем лабутнанцам в год петуха. Вот давайте, чтобы у нас это все, что вы сейчас скажете, обязательно было. Чего пожелаем всем нам? Хотел бы, чтобы он у всех лабутнанцев был успешным, чтобы все их мечты сбылись, осуществили то, что они хотят. Ну и поменьше печали в этот год. Илья, я вот сегодня никого не спросила, а вас спрошу. Скажите, вот сегодня мы говорим о кино, а назовите свой любимый фильм. Желательно, вот, конечно, бы советский, какой-нибудь наш. А, у меня есть советский фильм, он под Новый год его каждый год. У нас много под Новый год. Операция «Э». Операция «Э». Операция «Э». Замечательная советская комедия. Чудеско. Над которой можно смеяться сколько угодно, но не чаще, раза в год. Спасибо большое и за звонок, и за то, что подняли нам настроение, и за то, что вот фильм такой хороший назвали, вспомнили. Операция «Э». Ну что, друзья, у нас нет вопросов в нашей киноленте, но так как есть еще немножко времени, я, знаете, что предлагаю? И есть еще немножко призов. Есть еще немножко призов. Я сейчас вот прям сходу придумаю вопрос, такой восьмой кадр, который не вписывается. Это для внимательных телезрителей, которые смотрели нас, да, сначала. Это персональный приз от нас с Еленой, мы буквально этот вопрос придумали только сейчас. Подожди, подожди, ну кто-нибудь дозвонится и зададим. Есть у нас дозвонившиеся? Я хотела, чтобы подготовились люди, хочется так, чтобы подарки всем достались, чтобы новогоднее настроение у всех было. Еще кто дозвонится с оригинальным поздравлением, может быть, с зарифмованным, тоже получит еще от нас приз. Звоните, звоните, звоните. Как разошелся-то, Андрей. Звонок, звонок, звонок. Готов все призы отдать. Давай, Елена, принимай звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, здравствуйте, Елена. Альбина Владимировна, вы даже не нуждаетесь в представлении. Друзья, к нам дозвонилась наша постоянная телезрительница, Альбина Владимировна Костенко. Скажите, вот два варианта, чтобы получить приз. Либо вы рифмованное в стихах поздравления адресуете кому-либо, нам, вам, родственникам, соседям, всем лабытнанцам, либо отвечаете на наш каверзный вопрос и получаете приз. Выбирайте. Поздравления, сейчас я уже ничего не успею. Задавайте свой каверзный вопрос. О, нет, Альбина Владимировна, я вам предлагаю стихотворение. Вот сейчас что в голову приходит, вспоминайте, рифмуйте. Рыб можно прочитать. Поздравляю, я всей души желаю счастья, здоровья. Чего я там, я не знаю, что там можно так быстро срифмовать. Новый год к нам идет и подарочки несет. Свою семью я поздравляю с Новым годом. А Бросимова, Костенко, вот, всех поздравляю, здоровья им, счастья желаю. Телевидение поздравляю с днем рождения. Желаю вам успехов за эти прямые эфиры, чтобы к вам больше дозванивались. Очень трудно, конечно. Трудно, но и вопросы у нас сегодня очень трудные. Может быть, завтра мы сбавим темп и чуть-чуть как-то повеселее что-нибудь, да, да, да. Друзья, ну что, Альбина Владимировна, вот, к сожалению, не можем мы вам приз подарить, да, Андрей? Не было рифм. Не было стихотворения. И поздравила, и то хорошо, правда. Ну, вы звоните к нам завтра, послезавтра и еще в четверг к нам дозвониться. Спасибо вам большое. Альбина Владимировна, спасибо за звонок. Ждем ваших звонков завтра, друзья. И ваших звонков тоже ждем по телефону 2-16-38. Завтра стартуем мы также в 20 часов 30 минут. Давайте еще раз все-таки вспомним наших спонсоров, поблагодарим их. И, может быть, тем самым как-то простимулируем на завтра, например, да, телезрители. О, я думаю, и так уже стимулов более чем достаточно. Мы благодарим салон Империя Цветов за то, что нам предоставили подарочный сертификат. Мы благодарим парикмахерскую а-ля Классик. Огромное спасибо выражаем магазину Спектр. Союз предпринимателей также нас сегодня поддержал. Соленая пещера Галамет. Индивидуальный предприниматель Микушкина Нина Арсеньевна, вам тоже огромное спасибо. Магазин Славянский благодарим за предоставленные сладкие корзины. Ну и Лабутнамское телевидение благодарить не будем. Это вот мы так от себя, поэтому сами себя хвалить все-таки не будем. Друзья мои, звоните. Подарочных сертификатов очень много. Я думаю, хватит, ну если не на всех-всех-всех, то хотя бы на тех, кто к нам дозвонит. Сейчас бы кто-нибудь дозвонился, мы в последние минуты, в последние две минуты прямого эфира быстренько кого-нибудь за красивые глаза, за хороший голос. Сейчас я пока с тобой сыграю, а может быть в это время к нам кто-нибудь дозвонится. Да, ты же мне все-таки не ответил так. Вот тебе год кино провожаем, вот тебе такая фраза. Сколько мы тогда-то по кино-то ходили, ведь ни одного не пропускали. Сколько мы тогда-то по кино-то ходили, ни одного не пропускали. Не помню, не знаю, не знаю. Николай Караченцев там в ролях. Белые. Белые. Первая буква какая? Ладно, тебе домашнее задание подумаешь. Хорошо. Ну давай, вот еще, например, про кино и телевидение вопрос. Звонок есть, вот, буквально он писался с полторы минуты. Полторы минуты дозвонившийся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Оксама. С самого начала наш прямой эфир смотрите. Ну, практически, да. Хотите приз? Очень. Смотрите. Давай, Елена. В самом начале эфира... Мы показывали из нашего архива наш первый прямой эфир 12 лет назад. Да. И вот там выходил петух. Петушок. В одном из эпизодов... За ведущей сзади. В одном из эпизодов петух на бумажке пронес какое-то слово. Вот если вы сейчас вспомните, что там было написано, мы вам подарим приз. Ой, я не помню. Стоял Татьяна Попуга. Выходил там петушок на бумажке и тащил что-то. Да, да, я видела. Что там было написано на вопрос на внимание? Что-то на букву Ф, я на слово не помню. Да, да, да. На какую букву? На букву Ф. С. Ну, а дальше, дальше, дальше? Не знаю, я не запомнила слово. Жалко, жалко, жалко. Вот как иногда память может так вот подвести невнимательность. Слушай, ну хотя бы первую букву запомнили. Да, сейчас, смотрите, смотрите, давайте, Ф, Ф, ну, засчитаем вам. Засчитаем за первую, за первую букву, хотя бы первую букву запомнили, засчитаем. Раз ты так щедро сегодня разошелся, тогда говори какой приз. Конечно, первый прямой эфир, мы всем раздаем сегодня подарки. Какой приз Оксане подаришь? Какой подарю? Давайте, а, Оксане, парикмахерская а-ля классик. Оксана. Сертификат подарочный. Вы рады? Вы рады? Не хочу. Это ваш сертификат, парикмахерская а-ля классик. Оксана, с парикмахерской мы вам приглашение подарили. Это ваш сертификат. Вам спасибо большое. Ну что ж. Спасибо большое. К сожалению, буквально все, последние секунды, ой, мы даже переборщили со временем, давай быстренько прощаться, Елена. Друзья, в завершении эфира еще раз благодарим всех-всех-всех спонсоров, благодарим тех, кому сегодня удалось для нас дозвониться и тем, кто был с нами, но не дозвонился, друзья мои. Поэтому приглашаем вас завтра в 20 часов 30 минут, мы стартуем. Андрей, пожелай сегодня что-нибудь всем нашим телезрителям и... Всем спасибо большое, кто смотрел нас, кто к нам дозвонился, кто не дозвонился, не переживайте, дозвонитесь завтра, послезавтра. Спасибо вам, уважаемые телезрители, до новых встреч на канале Лабыднамского телевидения, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok